Томсо, ты не говоришь, что мы, азербайджанские суниты, обязаны поддержать Лизгин, но как мы будем идти против нашего народа и государства? Тебя не смущает, что сами армяне поддерживают Лизгин? Нет, ты не смущаешься. Ассаляму алейкум, Томсо. Какое наказание будет для коррупционеров, когда мы станем независимым государством? И какое наказание будет для преступников? Ассаляму алейкум ассаляму, предусмотренное законодательством наказание для них будет. Вот какое наказание положено коррупционеру или иному преступнику в соответствии с нашим законом, такое наказание он и должен получить. Никакого беспредела быть не должен. Ассаляму алейкум, Томсо. Если все блогеры, известные евроичкирийцы, у вас у всех разные разногласия между собой, как вы собираетесь прийти к единству, к миру и согласию? Ассаляму алейкум ассаляму, так же, как во всем мире приходят к какому-то согласию, на чем-то договариваются путем договора. Просто люди садятся и договариваются. Никогда не бывает так, что весь народ, он такой монолитный, и в нем нет каких-то разногласий, споров, у них у всех одинаковые взгляды на все происходящее. Такого не бывает. И нет вообще в этом мире ни одной страны, где бы подобное было. Поэтому наша задача, в первую очередь, нам нужно разобраться с врагами. Наши земли должны покинуть враги. А потом мы все должны сесть все вместе. И путем переговоров, достижения каких-то консенсусов мы должны договариваться. И это касается не только чеченцев, как народ отдельный. Это касается в целом весь Кавказ и Кавказцев. Мы все должны к этому прийти. Мы все должны в конечном итоге договориться и стать союзниками. Союзом независимых кавказских государств. Это наша конечная цель. Мы должны к этому прийти. Ну или промежуточная. Но как бы там ни было, это то, к чему мы должны стремиться. И у нас есть очень много каких-то там разногласий между собой. Каких-то претензий, обид исторических. Но это все надо будет преодолеть. И у нас очень много примеров в этом мире, где это удалось сделать. Посмотрите на Европейский союз. На эти европейские государства. У этих людей не просто какие-то претензии были друг к другу. Территориальные или какие-то исторические. Миллионами они друг друга здесь убивали. Миллионами. Вдумайтесь в это. Первая мировая, вторая мировая. Эти люди просто огромное количество своего населения отправили на тот свет. Разбитые города, уничтоженная инфраструктура. Это все здесь присутствовало. Французы, немцы, британцы. Это непокоримые враги друг друга. Они ненавидели и убивали друг друга веками. Были религиозные противоречия. Политические, иные, национальные. Но в конечном итоге они смогли все договориться стать единым союзом независимых государств. И на мировой арене представлять интересы как единого целого европейского сообщества. Поэтому не надо думать, что у нас это не получится. Что мы какие-то другие, мы не сможем договориться. Еще как сможем. Да, у нас будут все равно, у нас будут какие-то разногласия, мы будем о чем-то спорить. Но в конечном итоге мы будем договариваться, мы будем достигать какого-то компромисса. И будем представлять на мировой арене единый Кавказ, единый союз наших государств. Иншаллах. Если бы в России был уровень жизни не хуже, чем британский, чеченцы все равно хотели бы отделиться. Шотландцы сражались с Британией 800 лет. И в итоге их покорили не оружием, а стабильной экономикой. Шотландцы с тобой сейчас не согласятся. Так как в настоящее время после Брексита там очень серьезно снова возросли сепаратистские настроения. И партия, которая хочет свободы для Шотландии, она сейчас приходит к власти. Так что я бы не сказал, что их там покорили и там все не так просто. А что касается чеченцев, да, нас интересует не уровень жизни, нас интересует свобода. Это совершенно другое. Это вещи, которые по умолчанию даны и человеку, и народу в целом. Поэтому мы хотим именно этого. А стабильная экономика, какое-то процветание, успех народа, это все то, что может постигать нас на определенном этапе нашего развития. А где-то мы можем наоборот это терять. Не в этом как бы и суть. Суть в том, чтобы за все, что нас постигает, будь то успехи или наоборот какие-то лишения, чтобы за все это ответственность несли мы сами, а не какой-то дядя в Кремле. Вот чего мы хотим. В том, что правда, что у большинства кавказцев комплекс малых народов, подчеркивание своей национальности, мифы о былом величии своего народа и героях, о которых большинство в мире не знает и так далее. Но это не проблема кавказских народов малых. Это вообще в принципе проблема всех малых народов в этом мире. Все болеют этим комплексом или этой манией быть больше и величественнее, что ли. К сожалению, да, такие моменты присутствуют, но нельзя сказать, что это какое-то повальное явление, но в наших народах, к сожалению, встречаются вот эти вот отдельные товарищи, которые любят очень либо приукрасить историю, либо вообще выдумать ее на ровном месте, рассказать там про какие-то очень странные, никак не доказуемые и даже порой необъяснимые вещи. Ну, что поделаешь, такое присутствует. Брат, почему ты не любишь Азербайджан, говоришь, что это не мусульманская страна, что она является соперником для вашего региона и что она должна сдать земли лесгинам? Это неправда, я такого не говорю и вывод не нужно делать там, вывод люблю я или нет. Нет, вообще в вопросах стран так не рассуждают. Нет любви или там ненависти, кроме как к врагам и друзьям. Когда ты говоришь про земли лесгин, мы говорим о гипотетической возможной борьбе лесгин за свою свободу. И ни в коем случае не имея в виду, что эти земли северного Азербайджана, которые сегодня входят в Азербайджан, являются лесгинскими, исконно кавказскими землями, мы не имеем в виду передачу этих земель России. Нет. Я пытаюсь быть беспристрастным в любых вопросах. Как вы видите, в Азербайджан, в армянском конфликте, в Карабахском конфликте, я целиком и полностью поддерживаю азербайджанскую сторону. Но нужно быть справедливым. И если представить, что лесгины начали борьбу за свою свободу не в рамках России, то есть не в рамках отдельного Азербайджана, а в рамках и российских земель лесгинстана, и азербайджанских. То есть они хотят целиком эту территорию освободить и создать на ней свое независимое, свободное государство. Вы должны понимать, что мы, конечно же, целиком и полностью будем их поддерживать. Лесгины являются а нашими братьями по религии, это сунниты, это мусульмане. Лесгины Б являются нашими кровными братьями по Кавказу, у нас не так далеко общий предок, мы все являемся кавказцами. Поэтому, конечно, в их борьбе за свободу мы будем поддерживать лесгин. И лесгин, и любые другие народы Кавказа, которые будут вести борьбу за свое освобождение. Неважно кто, будь то осетины, кабардинцы, балкарцы, черкесы, карачаевцы, любой народ Дагестана, аварцы, даргинцы, кто бы эту борьбу не вел, и какая бы религия у них не была, мы будем их поддерживать, пока эта борьба будет идти за свободу от оккупации внешних сил. Но когда эта борьба будет несправедливой, как, например, лесгины захотят часть Азербайджана отжать в пользу России, то в этом случае, конечно же, мы их поддерживать не будем. И в этом случае я буду на стороне Азербайджана, безусловно. Поэтому не надо делать такие выводы, типа, любишь или не любишь. Я люблю справедливость, и я здесь не буду просто из-за каких-то своих предпочтений становиться на чью-либо сторону азербайджанскую. Ну ты говоришь, что вы будете поддерживать лесгинов против Азербайджана, а если бы такое было бы с Ичкирией, если от вас требовали бы отдать ваши земли какому-нибудь народу, было бы вам приятно. Если бы у нас, у чеченцев требовали бы отдать чеченские земли, кому бы это не было, нет, нам приятно этого бы не было. Но если бы нас, чеченцев, у нас и чеченцев требовали бы отдать чужие земли, которые не принадлежат нам, то нам пришлось бы с этим смириться, наверное. И даже если мы не хотим отдавать эти земли, мы должны были бы принять, что требование это справедливое, люди просят свою землю. Поэтому азербайджанцам, а тем более нашим братьям азербайджанцам из числа Ахлю Сунна, для них вообще является ваджибом поддерживать лесгинов, понимаете, для тех, кто из числа суннитов азербайджанских. А те, кто не из числа суннитов, шииты Азербайджана, должны просто хотя бы принять, что земли это не азербайджанские, это земли лесгинов, это исконно кавказские земли, не азербайджанские. Азербайджан является Кавказом, Азербайджан это за Кавказией. И от того, что после развала Союза часть кавказских исконных земель, лесгинских, от того, что часть этих земель стала Азербайджаном, это не значит, что лесгины теперь не могут требовать своего права, не имеют права на самоопределение, на свою свободу, это не значит, дорогие друзья. И как бы вам это было неприятно, в подобном вопросе мы будем поддерживать наших братьев лесгин. В том, что ты не говоришь, что мы, азербайджанские сунниты, обязаны поддержать лесгин, но как мы будем идти против нашего народа и государства? Тебя не смущает, что сами армяне поддерживают лесгин? Нет, то, что армяне поддерживают лесгин, это вообще не аргумент, и меня это абсолютно не смущает. Армяне поддерживают лесгин из своих интересов. То, что ты говоришь, как вы будете идти против своего народа и государства, вот здесь вам, если вы сунниты, мусульмане, вам нужно определяться, вы кто. Кто для вас братья? Те, кто с вами имеют родственную связь или те, кто с вами имеют одни религиозные убеждения? Вам нужно с этим определиться, понять, где вы находитесь. Обратитесь к Сирии, посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, посмотрите на то, кто были братьями для сахабов, мусульмане Медины или их родственники из их народа Курайшиды в Мекке, кто для них были братья. И поймите, на чей вы должны быть стороне, какие интересы вы должны поддерживать. Субтитры подогнал «Симон»